чем между скидывать хам спасибо ну что сидите терпите пока все играют и кайфуют и кому вы сделали хуже своим псевдо бойкотом а тем временем жопич топ-1 на твиче и все из-за того что кто-то где-то чё-то сказал да прикиньте вот джоли даниил просто сейчас стримеры четко разделились на две группы одни мошоночные сосальщики во главе со стоп геймом и этим самым dp47 и еще вот этим эдисоном сидят и стримят stalker я стримил выроды очкастая а остальные смотрят на них и презирают прикиньте меня презирали в этот момент тебе ситуацию вот когда они знают на них сейчас смотрят и презирают завидовали наверно так кто это это xbt вот эти вот по моему да я могу ошибаться может я зря на кого-то быканул но если мне не изменяет память то это вот эти вот самые спасибо это они вот эти два вот эти вот два на ней типа боевой бойкот устроили типа не не играют в stalker 2 как я понимаю ну что ж запомните в лицо вот это вот говно и вот это говно у обоих очки тоже говно кстати а вот есть stalker 2 а есть просто 2 вот они на экране это разве это же было вроде нет для россии не подойдет заморозка конфликта с украиной важно достичь своих целей опять письков заявил уже не в первый раз президент действительно неоднократно а точнее постоянно заявляет о том что он готов контактам и к переговорам также уже говорил о том что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет понятно трампа представили который хотел заморозить трамп уже в ближайшее время проведет переговоры с путиным по украине заявляет в лумберг ну вот как раз ждем ждем чё они там о чем будут разговаривать как трамп расстроиться наверное русском надзор получил почти 29 тысяч заявок на регистрацию каналов от блогеров пиздец русском надзор трещит по швам от завала заявок на регистрацию блогеров каждый день больше полу полутора тысяч вот дурочки очень рассчитываю что к инвалид цифровые платформы запустят нативную маркировку верифицированных каналов страниц пока это сделал только рутюб телеграм тоже намекал на внедрение неких сторонних систем верификации все же специальный значок в профиле это кто еще пишет будет выглядеть куда аккуратнее чем ссылка на служебный портал понятно то есть каналы будут помечать типа от хуй он отправил заявку понятненько главное чтоб потом меня не заставили это сделать за ночь высоту атаковали регионы россии 44 раза охуеть минобороны рф сообщила что в течение ночи с 19 на 20 ноября дежурные средства пво уничтожили перехватили 44 украинские бпла так это еще это беспилотники а там же еще и ракеты разрешили путин готов к переговорам но не пойдет на территориальной уступки агентство на какие-то там источники в рф пишет что путин открыт для обсуждения соглашения прекращения огня в украине с трампом но исключает возможность каких-либо крупных территориальных уступок а крупных то есть небольшие все-таки уступки он может дать и наставить на том чтобы украина отказалась от идеи вступления в нато сообщает что существует возможность для переговоров по поводу раздела четырех областей украины донецкой луганской запорожской херсонской рф также может быть готова отступить с харьковской и николаевской областей также рф не потерпит присутствие войск нато так окей понятно знать все таки может договариваться то хоть что не хочет у него чё там о как женщина сука настроение меняется каждый час каждую минуту мнение хардплея по поводу stalker 2 я же уже вроде читал на завтра планировал сделать обзоры прохождения stalker 2 сейчас почитал высказывание официальные посты сообщества этих разработчиков stalker про русскую аудиторию скиньте мне что разработчики говорили про русскую аудиторию все их пожелания посылы лишним ничего писать не хочу я не буду мараться в этом дерьме сказал уже измазанный в дерьме хардплей наоборот мне кажется он не поиграв stalker 2 только скажем так ну и игре лучше сделал игра в говне не замаралась непонятно что это за высказывание джи си си про русскую аудиторию что-то новое и уже официально раньше же только фейки форсились про потопленный русский корабль и хороший русский ну и так далее тем временем ребята мне надеждин передал привет привет очень хорошо помню наш прекрасный стрим сейчас играю в том рейдер ремастеринг они сделали с первой по третий а сейчас будет 4 короче то что вы делаете это круто я тоже фанат компьютерных игр и надеюсь что мы еще не раз пересечемся короче жив наш слоняра про меня помнит но до сих пор так и не понял что я в игры то особо не играю он думает что я геймер ну ладно надеюсь надеждин поиграет stalker борис поиграть в stalker рекомендую мне понравилось женщины которые хотят сделать аборт чучело заявили в госдуме почти каждый день мы теперь слышим оскорбление со стороны госдумы или людей которые там работают то они чучело то у них рожалки пока работают надо рожать то еще какую-то хуй парят про женщин вам нормально женщины вы рожалки чучело вы должны рожать и вообще кого рожать до не слишком вы себе позволяете чучело вы на кого замахнулись говорит депутат погадаем по обложке экономист на ней обычно указаны предсказания на будущий год ну ядерка тут ядерка есть немножко ядерка тут планета и путин здесь планета на красном фоне тут планета на черном фоне зеленский путин обведен красным зеленский черным чтобы это значило здесь кулак красного цвета тут какая-то вуман тут показан рост чего только биткоина доллар идет вверх здесь тоже завод промышленность идет вверх ибо а тут вниз стрелка резко и здесь тоже планета знает доллар вот тут по частям разорванный город какой-то шприц ну типа наверное это что-то с лекарствами связано с таблетками с медициной ракета илон маск тесла электромобили окей официально байда разрешила носить удары дальнобойным оружием а ну так это вот и уже теперь официально это уже теперь официально тысяча дней войны миллион погибших и раненых по обе стороны десятки стертых с лица земли городов и больше тысячи репрессированных в россии цифры важная история подводит итоги так каждый день в украине погибают минимум 13 12 мирных жителей и 80 военных по всей украине с февраля 22 года погибли минимум 12 тысяч мирных украинцев из них 650 детей ранены 26 тысяч человек из которых около 1700 дети больше всего гражданских жертв в донецкой области оценка числа погибших бойцов и су разница от 31 тысячи до 80 тысяч еще 400 тысяч могли получить ранения и оба свет россия разрушила или повредила 250 тысяч жилых домов аху за два года россия уничтожила или повредила жилье трех с половиной миллиона человек это 250 тысяч жилых зданий 8 и 6 процентов от общей площади жилого фонда украины около 66 тысяч жилых домов разрушены полностью за тысячи дней россия захватил один из процентов территории украины сейчас около 18 процентов территории украины оккупирована россии 7 процентов уже были оккупированы до февраля 22 11 после это примерно три тысячи населенных пунктов в четырех областях до 140 тысяч бойцов армии рф убиты соотношение убитых и тяжело раненых может варьироваться одна к одной или до одна к двум таким образом безвозвратные потери российской армии могли составлять 270 или 420 тысяч человек еще неизвестное количество солдат пропали без вести каждый второй умерший россиянин в возрасте от 20 до 29 лет был убит на войне я слышал там что-то около 700 тысяч у россии но имеется ввиду и раненых и мертвых мирных россиян убивают 400 погибли от обстрелов минимум 250 от рук вернувшихся военных почти 400 человек погибли в белгородской курской брянской областях с февраля 22 года еще 1157 жителей переграничье получили ранения сами российские ветераны уже убили по минимальным оценкам более 240 и покалечили здесь 27 мирных россиян пиздец а это просто трэш сука старый бог по поводу гуакамоле у него за ум он сидит сзади старый чё по итогу жирным до что по итогу но крыша у него поехал дал мне так смешно своего оправдания это просто пиздец не на человек 150 килограмм ребят комплексы чё поделать чё поделать но с другой стороны как он будет поднимать себе онлайн как он будет делать контент если он не будет открывать и ни с кем конфликтовать это же мусорный стример который только так себе какую-то аудиторию завоевывает я смотрел какую-то нарезку и просто я читаю чат ну там ты поняли там в тик токе была нарезка и там был чат я просто посмотрел начаться думаем но мне даже реально конфликта этого не надо с точки зрения короче понятно база реально что-то еще можно сказать вот и высказался кстати а то этот гуакамоле то там все говорил да он же не высказывается вот ему же по да походу не по против 70-летней анастасии 70-летней анастасии гордиенко из омска области возбудили второе уголовное дело авто повторной дискредитации российской армии и снова из-за комментариев одноклассника комментарии которые меняют пенсионерки были опубликованы вылью 23 года в ходе дискуссии о войне в украине среди прочего там был текст я думаю как ваш любимый путин сказал что вы пойдете в рай а я просто сдохну и требую остановить войну не убей нет войне вчера силовики пришли к ней домой и вручили постановление возбуждения дела обыска и допросы по нему пока не было в августе пенсионерку приговорили к полутора годам условно по той же статье зашу бабулю ебать какой пиздец брейвик выбрил буквы z с обеих сторон головы такой стрижкой он пришел на рассмотрение прошения об условно-досрочном освобождении он также принес плакаты потребовал в зале суда вернуть земли белым людям на этом слушании брейвик утверждал что оставил насилие позади но он продолжит борьбу за белую расу мирными средствами напоминаю он убил 77 человек чел сидит в такой тюрьме знаете в которой вы бы сами не отказались посидеть и как бы недоволен путин подписал указ утверждающий обновленную ядерную доктрину главное ядерное оружие это крайние меры для защиты суверенитета страны при этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков россии потребовалось уточнить параметры так расширена категория государств военных союзов в отношении которых проводится ядерное сдерживание дополнил перечень военных угроз для нейтрализации которых нужны нужны такие действия агрессия со стороны любого неядерного государства но с участием или при поддержке ядерного государства будет считать их совместным нападением на рф то есть это буквально то что сейчас украина происходит ядерный ответ от россии возможен при критической угрозе и и суверенитету даже обычным оружием ну то есть это вот видите даже обычным оружием то есть ракеты которые вот разрешили использовать понимает что это все что сейчас происходит возможно в будущем даст свои результаты и наступит критический момент то есть угроза ее суверенитету какому-то поэтому и подписал эту на всякий случай обновил скажем так ну короче чё я тут могу сказать тряска тряска присутствует тряска имеется кстати говоря в ссу впервые использовали ракеты для удара по территории рф я не помню это обсуждали вроде еще нет я же не стримил было уже было уже случилось ядерки пока нет как обычно в принципе я не удивлен использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на россии в этом случае возникает право нанести ответный удар оружие массового поражения по киеву и основным объектом нато где бы они не ходил и это уже третье мировая заявил алкаш медведев но пока пока нормально в рф впервые запустили в серийное производство мобильное укрытие от ядерного взрыва совпадение даже не знаю так братишки на себя в т.г. продублирую тут инфу потому что вопросов много поступает stalker у меня не ждать до тех пор пока не солью торрентом на стриме задублировать про прирастал не смогу чё твичи но тут просто предупреждаю платить геймдев компании что купается в татей не собираюсь только слив никто не засал дело принципа у атомик херта подобной риторики не было какой бы территорики о чем они не пизде вы вопросов бы не было геймпас также мимо жду репака модерации перебанить всех на спасибо вообще по позицию попались сейчас пол т.г. снесу что там я не знаю чтобы им происходит он вот это вот выстрел типа у него такая четкая позиция на stalker на рабочих всех забанил потом подрубил стрим прогнулся таки купил ее в стиме поиграл опять засрал типа рефан сделал потом типа торрент будет скачивать хотя на на твиче запрещено играть пиратские игры я реально не понимать что с ним происходит он такую хуйку несет вообще типа ничего разработчики не делали что сделали разработчики объясните вы можете мне скинуть предложку что они сделали я не понимаю у него был предзаказ она тогда сделал ничего не понимали это поздорелиза так это сегодняшние посты вроде что с ним то одно то другое ладно короче ничего нового в принципе ладно это все новости я пойду мне чего в магаз надо успеть сша рекламодатели откажутся откажутся но разрабы и пи на русском что убрали русский язык так как ненавидит россию и что буду донатить на дроны вот и чтобы не было такого не пи даже если разработчики что-то и говорили политическое они имеют это право полное право они украинцы на их страну напали они чё должны делать как они это игнорировать вообще могут это невозможно игнорить дебе позиции у него вообще причем у нас еще в сравнении приводит atomic heard атомик то здесь причем тем более на тот момент когда игра выходила на россию никто не нападал в россии нет войны чем атомик то вот сравнил жопу с пальцем 5 разработчиков игры stalker стране которых идет полномасштабная война и разработчиков игры atomic heard стране которых путин всего лишь то да ну короче я не знаю несет полнейшую как обычно я алёша милый мальчик я алёша сяду в танчик я алёша